Вот это обычный частный сект в Санкт-Постыне далеко от нас. Вот так живут, в общем-то, простые американцы. Это знак Dead End. Это означает, что там нет проезда дальше на машине. Звучит как-то так для меня очень важно. Там обоих порядок в Крибе. И вот стоимость этих домиков здесь будет, наверное, от 800 тысяч долларов и выше. А вот тут, около дома, в качестве декоративного растения, вот это артишок растет. Там дальше помидоры, которые, похоже, что никто и не собирал. Еще какие-то остатки жалкие висят на кустах. А сам дом немного упрашен, кажется. Ну, а там мандариновое дерево. Мусорки поставляют на улицы два раза в неделю, не знаю, сколько. Да, наверное, два. Приезжает мусоровоз и их собирает. Это Вова с Тимофеем. А вот еще вариант украшения дома к Новому Году. Точнее, не дома, а газона. Вот эти песенки растут, тоже сезон как раз. Что мне всегда забавно, что вот этот дом является городом. Сан-Хосе, который очень сильно населен, который очень большой, на самом деле. Это население больше миллиона человек. Точнее, один из его районов. Типичный гараж, заваренный хламом. Машины запаркованы на улице. И вот какой урожай апельсинов. Класс. Вот этот дом выглядит очень уютным. К сожалению, на заднем фоне сдувают листья, поэтому ничего не видно, не слышно, наверное. Но красиво. Там вот у них на крылечке висят качели такие с подушками. Елка тоже к Новому Году установлена. Сейчас покажу парня, который меня перебивает. Вон он листья убирает. Вообще интересно, тут мы на самом деле, вот около нас особо не видим ни у кого солнечных панелей на крыше. А вообще здесь довольно много где установлено. Они дорогие. Одна панель обходится где-то в 1000 долларов. Но вот друзья, которые установили, рассказывали, что сейчас они вообще из-за этого не платят за электричество. А получается, даже в плюс иногда выходят. То есть там специально нужно получать разрешение от электрической компании, установить их. И есть такое реле, которое... В общем, если ты не использовал в течение месяца электричество, которое у тебя выработалось, то ты его за какие-то копейки продаешь этой компании. Она ее покупает, это электричество. Так что они сейчас даже, в общем-то, в плюсе. Вова показала тут обрезанный куст. А это, оказывается, не просто куст, а на нем растет... Растут плоды. Гранаты. Чахлые, конечно, но все равно интересно. Вот этот дом, например, сейчас выставлен на продажу. Если я правильно понимаю. Вот здесь вот около дома риэлтор, который продает, вешает такое объявление. И тут можно посмотреть цену на этот дом. 853 тысячи. А вот дом. А вот тут вот дерево, к которому нас просто тянет, как магнитов. Это хурма, которая вкусная, которую почему-то они не собирают. Она не вяжет. Ее у них много. Эх, а мы ее покупаем. Поехали. Ничего. Хорошо. Да. Редактор субтитров. Трюхер-класс. Приятного. Ваши беременна.